Здравствуйте, дорогие друзья! С вами сегодня я, Алексей Просекин, и моя жена Марина Хмеловская. Мы руководители международного проекта развития личности «Жизнь как чудо». У нашего проекта многоплановая деятельность — это эзотерический туризм, это организация международного фестиваля развития личности «Жизнь как чудо», это тренинговая деятельность, индивидуальные консультации, и сегодня вы, дорогие друзья, узнаете своё предназначение, для чего ваша душа пришла в этот мир. Мы ведущие специалисты по диагностике и коррекции судьбы и ведущие специалисты Украины по карме. Сегодня мы будем рассчитывать матрицу по дате вашего рождения. Вот такой своеобразный, в кавычках назовём его, гороскоп. Я вас попрошу сейчас вспомнить свою дату рождения, ваш день, месяц, в который вы родились, и год. И, пожалуйста, нарисуйте себе вот такую вот схемочку, такой вот восьмиугольный значок, и мы сейчас будем помогать вам рассчитывать вас самих. Друзья, карма — это совокупность, причина следственных связей в вашей жизни. Всё, что вы имеете в настоящем, это всего лишь следствие ваших поступков, действий и мыслей из прошлого. И неважно, это прошлое этого воплощения или это вообще прошлое из жизни. Приведу вам такой пример из своей частной практики. Девушка, которая пришла ко мне на индивидуальную консультацию с определённым запросом, я просмотрела по матрице, которую мы сегодня с вами просчитаем, и вы тоже узнаете о своём предназначении, просмотрела её прошлую жизнь и увидела там, что она была мужчиной и очень жестоко обращалась с женщинами, вплоть до физического насилия. Зная законы кармы, о которых вы тоже сегодня узнаете, я ей мягко об этом сказала и говорю, «Ты знаешь, согласно законам кармы, в этой жизни, сейчас в этом воплощении ты должна притягивать мужчин, которые над тобой издеваются, то есть жёстких, властных, которые ограничивают тебя в свободе, возможно, даже проявляют физическое насилие». На что девушка начала плакать и говорит, «Да, действительно, так и есть. Я из-за этого пришла в духовные практики, в эзотерику, в психологию, потому что меня три раза насиловали в этой жизни. Я не могла понять причину, чем я притягиваю эти ситуации». Так вот, друзья, карма — это законы справедливости Вселенной. Мы сегодня рассмотрим два аспекта кармы — аспект зеркала и аспект кармических грабель. Аспект зеркала — это тогда, когда с человеком обращаются его близкие люди точно так же, как он обращался с другими людьми. Ещё один аспект кармы — это аспект грабель. Это те грабли, по которым мы постоянно ходим и получаем по лбу, пока не выучим определённый урок. Чтобы вам было понятно, приведу такой пример. Например, некоторые души отрабатывают жажду власти или зацепок за деньги по много-много воплощений. Некоторые души не могут раскрыть в себе творчество, тоже очень много жизней подряд. И человек перерождается до тех пор, пока он не выучит тот или иной урок. А уроки могут быть разные. Принять мужчин в свою жизнь, у женщин, простить своих родителей, научиться зарабатывать деньги, познать мир материи, впустить духовные знания в свою жизнь. То есть этих уроков великое множество. И когда вы просчитаете по дате рождения свою матрицу, вы поймёте, какие уроки будут у вас в этом воплощении. Поэтому, дорогие друзья, если вы хотите изменить свою судьбу, свою карму, то прежде всего нам нужно менять свой характер. И мы приходим сюда в это воплощение не для того, чтобы стать хорошими банкирами или классными психологами, или операторами, или журналистами. Все мы приходим для того, чтобы наработать определённое качество души. А через профессию всего лишь реализуем это качество души. Открытость или замкнутость, доверие или недоверие, безусловную любовь или агрессию. Только меняя свой характер, мы влияем на свою судьбу и меняем карму. Меняем полностью кармический рисунок нашей души. Ну, карма — это не нечто статичное. Карму всегда можно ухудшить. Но также её можно и улучшить. Улучшается карма посредством двух вещей. Посредством прощения и посредством благодарности. У нас был один случай, когда женщина пришла к нам на консультацию. У неё были очень плохие отношения с мужем, были плохие отношения с ребёнком. И она сидела без работы, у неё не было денег. И мы, в общем-то, ей посоветовали слушать медитации на прощение, на благодарности. Это те инструменты, которые помогают улучшить карму, если говорить просто. И она слушала, и буквально через два месяца произошли в её жизни очень такие серьёзные изменения. Её муж дал ей просто так, вот просто так взял и принёс 70 тысяч долларов. Он ей принёс чемоданчик с деньгами и сказал, что скоро принесёт ещё такой же чемоданчик. И эти деньги были направлены на то, чтобы купить квартиру её дочери. Дорогие друзья, тренинг, который мы вам представляем, называется «Тайна твоего предназначения». Согласно данной матрице, мы вычисляем три уровня предназначения человека. Первый уровень — это предназначение для самого себя. Это то предназначение, которое человек должен реализовать от нуля до сорока лет. Это предназначение для себя. Второе предназначение — от сорока до шестидесяти лет. Это то, что человек должен дать другим. После того, как он обрёл для себя, он даёт для других. Это от сорока до шестидесяти лет. И третье предназначение — это предназначение общее. Это предназначение от шестидесяти лет. От шестидесяти лет и до плюс бесконечности. До того срока, который человек проживёт. Мы имеем дело с методом Ладини. Он основывается на том, что мы по дате рождения каждого человека высчитываем его так называемую индивидуальную матрицу. Это индивидуальная матрица, это его программы, которые заложены в него по самому факту его рождения. Мы будем высчитывать. Условно говоря, это можно называть гороскопом, нумерологией, но это ничего не имеет общего с известными, с уже существующими астрологическими школами и школами нумерологическими. Вы сейчас будете себя высчитывать и у вас получится очень много цифр. Каждая из этих цифр будет соответствовать той или иной энергии, зафиксированной в старших картах Таро. Но это не классическая астрология. То, что вы сейчас получите, можно сравнить с таким длинным коридорчиком с 22 дверцами, потому что цифры, которые вы здесь получите, они не будут больше 22. И вот этот коридорчик содержит 22 дверцы, и за каждой из этих дверей есть соответствующая комната. И в этой комнате живет та или иная энергия. В свою очередь, эта комната также разделена на две половинки. В одной части эта энергия пошла в плюс, в другой части эта энергия пошла в минус. То, что вы сейчас рассчитаете, те энергии, которые вы получите, они сами по себе не хорошие, не плохие. Только от каждого из вас зависит, в какую сторону пойдет эта энергия, в какую сторону вы ее направите. И зависит это каждую секунду, каждую минуту вашего бытия. Поэтому мы все время говорим, хоть мы работаем с картами Таро, хоть мы работаем с тем, что условно можно назвать нумерологией, с тем, что условно можно назвать гороскопом, но мы не работаем с предсказанием. Потому что каждый из вас может предсказать свое будущее. Лучший способ предсказать будущее — это его создать. И данный метод помогает это сделать. Он помогает определить, в какой точке находитесь вы и в какую точку вы идете. Итак, дорогие друзья, вы готовы пойти вглубь себя, пуститься в увлекательное путешествие и узнать о своем предназначении? Если да, тогда я вам рекомендую запастись калькуляторами, взять в руки карандаш или ручку, а также нарисовать у себя где-то в тетрадочке вот такую матрицу. Нашему оператору Эдуарду очень повезло. Вы его хоть не видите, но он трудится для вас, чтобы вы смогли тоже просчитать свое предназначение. И на его примере я буду учить вас высчитывать свою кармическую матрицу судьбы. Друзья, прежде чем приступить к просчетам, я хочу вам сказать и попросить вас представить, что вы умеете считать только до 22. Потому что, как сказал вам ранее Алексей, все эти цифры, которые будут написаны, они соответствуют 22 старшим арканам Таро. Если вы родились 23 числа, то 2 плюс 3 это будет 5, 5 аркан судьбы. Если вы родились 24 числа, то соответственно 24, 2 плюс 4 будет 6. То есть 25 будет 7, 28 будет десятка, внимание, не один, а десятка. Это очень важно, потому что многие на наших тренингах путаются с самого начала, и потом у них идет неверно весь просчет. 30 число это троечка, 31 число 3 плюс 1 это четверка. Друзья, обращаю ваше внимание, что единица и двойка в матрице может быть только если вы родились 1 числа, либо вы родились 1 или 2 месяца. Пожалуйста, не складывайте, если у вас получилась десятка 1 плюс 0. Изначально мы берем первое число, это число дата вашего рождения. То есть Эдик родился 14 числа, такая программа судьбы есть, это 14 аркан. И обращаю ваше внимание, что мы сейчас будем работать с ромбиком в этой матрице. И первое число, которое мы ставим в нашу матрицу, это дата рождения. 14 число мы заносим, если вы смотрите на свою матрицу, в левый крайний угол. 14 число. Я ставлю его сюда в матрицу, а вы ставите свое число. Идем дальше. Обращаем свое внимание на месяц рождения. У нас третий месяц рождения, и мы это число заносим в верхний угол ромба. Троечка. Открою вам секрет, друзья, что тут больше 12 быть не может. Итак, дальше двигаемся. У нас осталась вот дата, которую мы занесем сейчас в правый крайний угол. И для того, чтобы получить ее, мы должны между собой сложить все цифры года рождения. У Эдика это 1990 год, поэтому мы складываем 1 плюс 9, плюс 9, плюс 0. 1 плюс 9, это будет 10. 10 плюс 9, 19. У нас получился 19-й аркан судьбы. Мы его заносим, как я уже сказала, в правый крайний угол ромба. Вот так вот. В нашей матрице есть три позиции, которых мы вычислили. Для того, чтобы оформить вот эту позицию и получить то число, которое мы сюда поставим, мы должны, внимание, между собой сложить эти все три числа, то есть 14 плюс 3 плюс 19. Я считаю себя на калькуляторе, а вы, пожалуйста, считайте те числа, которые у вас получились по вашей дате рождения. И у меня получается 36. 3 плюс 6 это девятка, то есть 36 это больше 22, поэтому я складываю между собой эти цифры и пишу тут внизу девяточка. Получается. Все, друзья, мы заполнили с вами ромб. Теперь мы переходим к квадрату и будем заполнять квадрат. Для того, чтобы вычислить, что нам нужно сюда поставить, это делается очень просто. Мы берем два крайних числа и складываем вовнутрь между собой, то есть 14 плюс 3 и получаем 17. 15. Точно так же мы вычисляем следующий угол квадрата. 3 складываем с числом 19. Я вам рисую стрелочки, чтобы вам было понятно. И это получается 22. Идем дальше по кругу и точно так же очень простенько заполняем нашу матрицу. Мы складываем два крайних числа вовнутрь. 19 плюс 9 это 28. 2 плюс 8 это десятка. И пишем сюда 10. И у нас остался еще один угол. Мы складываем две опять же крайних цифры вовнутрь. 14 плюс 9 это будет 23. 23 это тоже больше, чем 22. Поэтому мы складываем 2 плюс 3 и у нас получается 5 терочка. Поздравляю, друзья, половина просчетов у нас выполнена. Итак, теперь обращаем внимание, что у нас внизу написаны такие слова. Небо, земля, мужчины, женщины. Я их сократила. А также у нас есть слово «общее». И мы продолжаем наши просчеты. Для того, чтобы заполнить вот этот блок, мы чуть-чуть расшифруем с вами матрицу. И я вам расскажу, как это сделать. Смотрите, обращаю ваше внимание, что вот эта линия – это линия неба. Вы можете себе так и записать. Это линия неба. Небо. И для того, чтобы получить здесь значение, то нам нужно 2 крайних цифры по линии неба сложить между собой. 3 плюс 9 у нас будет 12. Двигаемся дальше. Точно так же у нас есть в матрице еще линия, которая называется «линия земли». Вот она, дорогие друзья. И вы точно так же можете подписать ее «земля». Для того, чтобы вычислить линию земли, нам нужно сложить 14 плюс 19 между собой. 33, 33 больше, чем 22. Поэтому 3 плюс 3 – это будет шестерка. Вот я ее заношу сюда. Все очень легко и просто. У нас уже появилось два значения. Небо 12, земля 16. Конечно, вы сейчас считаете и думаете, что это значит 12, 16, 9, 10. Наберитесь терпения. Мы сейчас все просчитаем. И потом с Алексеем по очереди будем расшифровывать, что значат эти энергии в вашей матрице. Итак, у нас есть еще значение одно. Вам сейчас нужно взять и объединить скобочкой вот этих два значения. 12 плюс 6, которые вы получили. У меня 12 плюс 6, у вас свои какие-то значения. И мы их складываем между собой. 12 плюс 6. 12 плюс 6 – это 18. И сумму полученную записываем как общую вот сюда за скобочкой. Итак, друзья, продолжаем. И я расшифровываю дальше нашу матрицу. Обратите внимание, что вот эта диагональная линия, я показываю вам ее сейчас рукой, это женский род. Вы тоже можете подписать у себя. Женский род. Это ваша мама и все 7 колен, которые стоят за ней. Это ваши родовые программы. Для того, чтобы вычислить дополнительную цифру вот в этом блоке мужчин и женщины, это предназначение для рода и для людей, второе предназначение, нам нужно точно так же сложить между собой две крайних цифры в одну. 22 плюс 5. Это будет 27. 2 плюс 7 – это девяточка. И я ее заношу вот сюда, в блок, где написано «жен». Женщины. Точно так же мы работаем с мужским родом. Вот это вот мужской род. И тоже можете себе подписать. Мужской род. Это родовые программы по мужской линии, с которыми не справился мужской род и которые влияют на вас. Точно так же мы складываем 17 плюс 10. Берем два крайних числа, складываем между собой и полученную сумму заносим вот сюда, напротив слова «муж». Я считаю. 17 плюс 10 – это 27, это тоже девятка. Проделываем дальше похожую операцию, которую мы сделали с небом и с землей. Мы объединяем скобочкой два значения и складываем их между собой. 9 плюс 9 – это 18. У нас осталось последнее значение, которое мы вычисляем. Обратите внимание на вот это число. Это общее между небом и землей и общее в родовых каналах. Для того, чтобы получить вот эту последнюю цифру, мы берем, складываем 18 плюс 18. Это девяточка. Друзья, сегодня на этом тренинге мы работаем с тремя уровнями предназначения для себя, для людей и для мира. Но это просчеты не все. Можно также просчитать линию денег, линию любви, можно просчитать карту здоровья, совместимость с определенным человеком. И если вас заинтересует подобная методика и это знание, вы захотите расширить свои познания в ней, то мы вас приглашаем на благотворительные тренинги, которые мы проводим с мужем по всей Украине. Вне зависимости от того, сколько у вас денег, вы можете прийти, посетить, двудневное полноценное занятие и обучиться этой методике. Теперь мы приступим к расшифровке этой матрицы. Значит, прежде всего у нас есть цифра 14. Вот это. Это число рождения. Это визитная карточка человека. Человек к вам приходит, и он говорит, я 14 число. Понятно? А чуть позже мы расскажем, что все это значит. Но пока запомните, Эдик 14 число, это его визитная карточка. Дальше глазки поворачиваем сюда. Здесь есть у нас число 18. Вот там, где небо и земля, в сумме получается 18. Дорогой Эдик, это твое первое предназначение. Предназначение до 40 лет. Второе предназначение, вот здесь, у нас тоже 18. Это предназначение от 40 до 60 лет. И есть третье предназначение. Это 9, это 9, это общая. Это то предназначение, которое от 60 лет и до плюс, до плюс бесконечности. Так вот, возвратимся сейчас к первому предназначению. Это то, что ты должен сделать до 40 лет. То, что ты должен сделать сам для себя. И оно разделено у нас на землю и на небо. Здесь у нас есть 6, а здесь есть 12. Что же это значит? Земля — это те энергии, которые человеку даны на земном плане. Здесь прежде всего твое здоровье мы можем посмотреть. Здесь мы можем посмотреть твои отношения с противоположным полом, а также твои отношения с финансами, твои отношения с работой, твои отношения с карьерой. И есть здесь 12. 12 здесь написано слово «небо». Небо — это то, что составляет твою энергетическую, то, что составляет твою духовную основу. Мы видим три цифры. 9, 9, 18. 18 — его второе предназначение, то, что он должен подарить людям. И оно складывается из девяточек. Из того, что он должен дать для мужчин по вот этой девяточке и для женщин вот по этой девяточке. Это его родовые программы. Это то, с чем не справился род Эдуарда. Мы говорим об этих двух девяточках. Они у Эдуарда в минусе. Это сразу изначально то, с чем не справился его род. И дальше мы переходим еще к одной девяточке. Это общее. Это та энергия, которая включится. И после 60, если эта энергия пойдет в плюс, то Эдуард станет веселым, жизнерадостным старичком. Но если эта энергия уйдет в минус, и эта энергия в минус, то Эдуард уже не станет таким беззаботным, веселым старичком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова